Привет, меня зовут Даша Жаркова, и это новый подкаст TP Stay Secure о безопасных платежах, мошеннических схемах и о том, как им противодействовать. Мы делаем его вместе с партнером Сезона, компанией Visa, мировым лидером индустрии цифровых платежей. Когда читаешь новость про очередную мошенническую схему, сложно поверить в то, что это произошло на самом деле. И как же часто нас посещает мысль, такое может случиться с кем угодно, но только не со мной. Не так давно Visa провела исследование «Плати безопасно», которое показало, что 85% казахстанцев не распознают тревожных звоночков, указывающих на то, что они столкнулись с преступниками. 23% из них становились жертвами мошенничества и были обмануты более одного раза. Stay Secure – это подкаст, в котором мы вместе с приглашенными экспертами осваиваем технику безопасности и разбираемся, как защитить себя и свои финансы. В этом выпуске мы поговорим с Айдосом Жамагуловым, советником председателя Совета директоров Freedom Bank. Мы обсудим то, как связано развитие электронных и банковских услуг с увеличением случаев мошенничества, какую роль в нем играет искусственный интеллект и как защитить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники. И мы хотели бы узнать о том, вообще с какими случаями мошенничества вы сталкивались и какие схемы вы могли бы выделить именно в действительности банка по отношению к клиентам. Ну, давайте разберем, кто такие мошенники, опять-таки фродеры. Есть системное мошенничество, это прям цельные компании, которые занимаются активными фродовыми действиями. Что это означает? Это означает, что данная компания мошенническая имеет в своем арсенале целый блок и направлений сотрудников, специализирующих на разных профессиях и направлениях. У них есть свой сотрудник информационной безопасности, который тестирует и проверяет каналы коммуникации финансовых организаций на уязвимость, на ДДОС-атаки, вирусные атаки. Изучает возможность каких-то спам-вирусов и тому подобное. Есть разработчики, есть в этой организации работают разработчики, которые создают эти фишинговые сайты, какие-то лжелинки, лжелинки, которые приходят заполнить то, заполни это и так далее. Есть аналитики, которые анализируют базы данных, занимаются сбором этих данных, собственно, парсят какие-то всевозможные сайты. Есть дата-сайентисты, которые склеивают все данные и, когда получают комбинацию данных, они максимально персонализируют информацию про вас, про нас и таргетированы уже их маркетологи. Я считаю маркетологов как раз-таки мошеннических всех этих компаний одним из талантливых на самом деле. Направить бы их русло в правильное русло не было бы им цены, потому что они достаточно хорошо понимают таргетинг, строят воронки, скрипты пишут. И вот когда звонит контактный центр, оператор с незнакомым номером, это вот вершина всего-то айсберга, один из частей паззлов, собственно, с кем мы коммуницируем зачастую, сталкиваемся, собственно, и понимаем, что мошенник это или не мошенник. Вот мошенничество системно, оно выстроено так. В век цифровизации оно сейчас имеет определенный бум, потому что социальная инженерия, она состоит из двух частей. Опять, надо не забывать, что такое социальная инженерия, как одна из механик мошенничества. Это, собственно, часть технологий, о которых мы можем говорить, и вторая часть — это участники. Участники — это сами мошенники, которые, собственно, понимают, как разговаривать, что делать, и люди, граждане, к которым они стучатся. Так вот, основа как раз такой второй части участников физических людей, оно выстроено на эмоциях и на чувствах. На каких эмоциях, на чувствах? Это страх, отчаяние и так далее, все связано с тревогой. И, собственно, эмоции связаны с эйфорией. Когда вам приходит оффер, что вы что-то выиграли или вложись сегодня и заработай, не знаю, в два раза больше, чем предлагают ставку по депозиту и тому подобное. На слабостях они играют, на слабостях, на виде жадности и так далее. Вот, собственно, комбинация вот этих всех факторов, она, конечно, обернутая в том, что к вам звонит и представляет, есть криптом сотрудник банка, сотрудник, не знаю, правоохранительных органов, сотрудник нацбанка, либо каких-то других всевозможных регуляторных органов, которые вас приводят в некое такое механическое состояние, когда вы блокируете ваш мозг. Вот, собственно, комбинация факторов есть мошенничество. Тут важно помнить одну важную вещь, что когда вы, опять, в чем суть этого звонка, это получить деньги, либо персональные данные ваши. И защита – это первоочередная история, потому что если вы, либо ваши доверенные лица, бухгалтера, хранят данные в каких-то гугл-дисках, ЭЦП, пароли, все это в открытом доступе, то же самое, что оставили бумажник или портманный в автобусе, вот прям один в один, что там с большой вероятностью, что там ваш кошелек очистят. А, ну, получается, мошенники – это какая-то большая корпорация, работа компания очень сложная. Разная, разная, смотря откуда идет атака. Есть локальные кейсы, это местные, там, так скажем, локальные люди, которые пытаются что-то тоже делать, локальные кейсы. Если мы говорим про какую-то масштабизацию, когда страновая атака идет на все организации, все банки дедосят, это, безусловно, когда мы видим, что IP-адреса идут из-за рубежа, тогда, да, мы понимаем, что это идет целевая системная атака. Поэтому мошенничество – мошенничество рознь. Ну, я не говорю про пирамиды, это тоже вид мошенничества, когда там вводят заплуждение и так далее. Ну, какая-то компания из 10 человек, может быть, работает сотня человек. Поэтому мы больше про систематику, где вот такая системная угроза, социальная инженерия – это, да, это, конечно, технологичная компания, которая использует это. Технологии дают доступ к человеку, постучаться к нему через СМС, через звонок, через мобильные приложения, пытаться его там вскрыть, его пароли запросить. И потом контактный центр добивает с точки зрения, там, меняет поведение рациональное на эмоциональное. А как человек, который, ну, не наблюдает за вот этим всем, возможно, никогда не сталкивался и верит, что мир – это очень идеальное место, может распознать всё-таки то, что происходит махинация? Допустим, как бы не повёл себя точно сотрудник банка? Ну, вы знаете, есть определённые шаблоны, в смысле, которые должны настораживать. То есть, если вам звонят с незнакомого номера и обращаются по фамилиям и отчеству, это раз, какая-то персонализация идёт, вы не знаете этого человека, вы не знаете номер неверифицированный к вам, хотя они могут и с верифицированным номером звонить на самом деле, подставив номер третьего лица и так далее. Это раз. Второе. Пытаются всё время сжать вас по времени. То есть, когда мы говорим про рационализацию, это система взвешивания. То есть, вы в моменте можете взвесить, хорошо это или плохо, нужно так делать или не нужно делать. Так вот, мошенники, они сжимают это время, что здесь и сейчас, не ложи трубку, ни с кем не советуйся, прям нужно это действие сделать в моменте. И когда вас ограничат по времени, обращаются персонально, плюс тематика этого звонка – это ваши данные, либо ваши деньги. Ну, либо назови смс, скажи персональные данные, либо переведи, либо что-то сделай. Что-то сделай с вашими личными данными, либо с личными средствами. Вот если вот эта комбинация есть того, что вас ограничат во времени, собственно, пытаются разговаривать про ваши деньги, то и, безусловно, вас от рационального состояния переводят в эмоциональное состояние, это как раз-таки те триггеры, которые должны, собственно, привести к тому, чтобы вы начинали задаваться вопросом, что, да, как и почему. А если уже говорить о обеспечении безопасности именно клиентам банка, допустим, это, во-первых, может быть, ну, оповещение о том, как правильно себя вести, а что делать с возможностью с технической точки зрения? Мы говорим, если про предотвращение. Да. Первую очередь, опять, давайте разделим предотвращение кейсов, да. Мы говорили, что вот есть триггеры, которые должны вызывать замени. Что делать, чтобы понимать, что это мошенник или сотрудник, да, там, то есть нужно запомнить простые правила. Вот мы все научились в оффлайне защищаться. Мы там устанавливаем замки, сигнализацию, сейфовые чейки, сейфы. И абсолютно, там, не знаю, мы даже теперь, там, когда ездим в автобусе, там, прячем подальше от карманников, мы эти уроки все усвоили. Мы умеем в оффлайне защищаться. В онлайне то же самое, надо научиться защищаться в онлайне. Никакой сотрудник службы безопасности вам никогда не позвонит ни с одного банка. По одной простой причине. Сотрудники службы безопасности не имеют доступа к карточным транзакциям в онлайн-режиме. Они не могут ни блокировать, ни халдировать, ни переводить на какие-то зеркальные счета или, там, другие какие-то истории, которые предлагают и тому подобное. Второе. Ваши персональные данные нельзя ни в каких случаях разглашать. Третье. Надо брать тайм-аут. Всегда тайм-аут для того, чтобы перезвонить, переспросить и так далее. Касательно защиты банка. Да что банк делает? В банке есть всегда и во всех организациях, в принципе, финансовых институтах, есть онлайн-поддержка, это входящая линия контактного центра 24 на 7, которая может заблокировать, если вы перезвоните, скажете, что вам звонили, они заблокируют вашу карту, два разъяснения и так далее. Есть разные технологии с точки зрения антифрод-системы, которые отслеживают подозрительные транзакции и ставят тоже эти транзакции под сомнение на холд, чтобы перепроверить, например, вы купили там чашку кофе в Starbucks и через час по вашей карте идет транзакция где-нибудь в Кении. Условно, вы отдыхали ее, скомпрометировали и там пытаются… И мы понимаем, что не может быть за час, вы не можете оказаться в двух местах. И вот таких кейсов масса, которые в антифроде, и они начинают отрабатывать эту часть. СМС-рассылки, социальные сети, сторисы – это банальные стандартные вещи, которых мы сообщаем клиентам, пишем по несколько раз на разных языках, уведомляем, в мобильном банке пуш отправляем. Это постоянно перманентная работа для того, что… Ну, глаз замыливается опять-таки у клиентов, они не читают СМС-ки на самом-то деле. Ты сообщаешь, никто не читает. Мы сами не читаем. Ну, еще один спам, еще один спам. Хорошо, а если все-таки мошенники все-таки добили своего, и человек все-таки перевел сумму, то в каких случаях, допустим, средства невозможно уже вернуть? Ну, давайте так. Практически во всех случаях, если это системный фрод идет из-за рубежа, средства, скорее всего, вы не вернете. Я объясню, почему. Давайте опять делить. Если это локальный кейс и мошенничество происходит в Казахстане, есть высокая вероятность, что вы сможете найти мошенников с помощью правоохранительных органов либо с помощью банка. Потому что локальная IP-адреса, можно отследить, можно всю эту историю найти и понять, кто хулиганит, условно, в каком-то городе, какой-то умник начал что-то творить. Причем у нас было много разных историй. Когда цифровую ипотеку запускали, нас дедосили. Ну, что только дедос-атака, это тебе направляется неимоверное количество запросов, и твой сайт не выдерживает нагрузки, и никто другой не может подать заявку. У тебя все время лагает, висит. Так вот, мы по IP-адресу определили, что это делала одна из местных организаций. Мы определили прям, вплоть до компьютера, адреса и места, позвонили первому руководителю, сказали, ну, это некрасиво, перестаньте хулиганить. Они там, собственно, тестировали и забыли защититься. Если идет системный фронт из-за рубежа, опять-таки, как происходит вывод, почему нельзя остановить, если все-таки деньги, вы сообщили код, все-таки у вас случилась паническая атака, механическая атака, и вы, собственно, сработали и сказали все смс-ки, и ваши деньги вывели. Деньги выводят, как правило, на карты дроперов. Кто такие дроперы? Это люди, которые в телеграм-каналах продали свои карточные данные персональные. CVV, номер карты, все. Плюс продали свои данные по своему мобильному банку. И, собственно, мошенник, он владеет доступом удаленным к дроперу, и таких дроперов много, не один. И когда выводятся средства от клиентов, которые мошенникам сообщили свои смс-коды или еще что-то, или сделали удаленную, скачали удаленное приложение, доступом к удаленному приложению, свои биометрические условные данные тоже раскрыли, то зачастую выводятся на карты дроперов. Но это не один дропер. Их может быть несколько волн, 3, 4, 5, 6 до 12. Когда дропер выводят на карту второго дропера, потом на карту третьего дропера, на четвертом дропере, там уже физическое лицо, не дропер, но он делает реальную сделку, не знаю, продает, покупает крипту. Либо в конечный счет через 3-4 дропера ваши деньги уходят в криптобиржу, и с криптобиржи уходят куда-нибудь, не знаю, в Аргентину или в Мексику. Попробуйте найти в криптобирже. И след теряется. Безусловно. Поэтому если мы успеваем заблокировать карту дропера, у вас есть шанс, что останется. И зачастую как происходит это? В другом банке тоже есть карта дропера. Они выводят в другой банк, с другого банка в третий банк, а потом в крипту. И система в банке внутри могла бы и сработать, но вы не успеете заблокировать карту дропера в другом банке. Поэтому, когда идет системная атака мошенников из других стран через как раз-таки дроперов, то правоохранителям органы очень сложно найти. Это практически невозможно. Они уходят в крипту и там растворяются. Вообще, со стороны, кажется иногда, что предотвращение всех этих мошеннических атак происходит так, что несколько человек сидят за компьютером и следят, чтобы с моей картой все было в порядке. А на самом деле, какую роль играет, возможно, искусственный интеллект в проверке, в противодействии всех этих атак? Большую роль играет и технологии как с точки зрения атак, так и с точки зрения защиты. Поверьте, если не было технологий, они бы не смогли так стучаться, мошенники скачивать, получать удаленный доступ и так далее. Безусловно, очень важно уметь защищаться и пользоваться тоже всеми благами технологий. Прежде всего, это разные системы блок защитов. Мы говорим про информационную безопасность. Информационную безопасность тоже используют и антивирусы. Внешний периметр банка защищает, внутренний периметр банка защищает. Интегрируют разные системы мониторинга, понимают, с какого IP-адреса стучится, за рубежа блокируют ДДС-атаки, их пытаются тестировать, SQL-инъекции, какие-то там фродовые e-mail приходят, чтобы это все почта понимала, считывала и, собственно, не допускала в периметр банка. Вот такая оболочка сначала информационной безопасности. Есть IT-отдел, который также использует искусственный интеллект либо технологии. Условно, если вы меняете девайс, телефон, мы понимаем, что вам надо заново пройти идентификацию, потому что это уже недоверенный девайс, которому мы не можем дать доступ в личный ваш кабинет, так как если вы дали удаленный доступ, и кто-то скачал мобильное приложение, пытается под вашим логином и номером зайти там и с другой стороны, и с другого IP-адреса. И, собственно, вы должны пройти вот эту удаленную биометрию, и удаленную верификацию. Про антифрод я уже начал говорить, что нейронная сеть, которая ищет причинно-следственные связи постоянно, она как раз таки определяет этих дроперов, которые между собой переводят, уходят в крипту, ставят под сомнение транзакции, ставят до выяснения и так далее. Есть ряд инструментов в контактном центре, когда они переводят запись разговора в режиме онлайн, пока вы разговариваете с оператором, то есть мы берем весь ваш скрипт, парсим в текст, и вот из текста есть ключевой фактор. Когда вы говорите, мне позвонили мошенники, блокирование, там, не знаю, хотят украсть деньги, д-д-д-д-д-д-д-д-д-д, есть ключевые слова, которые вы используете. Не дожидаясь, пока оператор с вами договорит, он может с вами говорить 3 минуты, 5 минут, 7 минут, мы вырезаем эти текста, перевели вашу запись уже в секунду-секунду, забрали этот текст и кидаем сразу триггер, заблокировать карту. То есть пока вы закончите разговор, ваша карта уже будет, скорее всего, заблокирована, потому что мы получили это. И это тоже парсинг, это тоже часть технологии, которую мы используем для того, чтобы защищать клиентов. Поэтому они, конечно, важны, безусловно. То есть больше повышать усведомленность? Социальную инженерию, я так скажу, социальную инженерию или там фротов, какой-то технологии, не победить. От него можно только ограничиться и уберечься. Но должна комбинация работать, технологии, чтобы организация, в банк, в который пришли брокер, страховую компанию, или там доверились другой финансовой организации, любой, она у вас максимально защищала с точки зрения уязвимости, чтобы ваши данные просто не утекли. И вторая составляющая, конечно, вы должны все время базовые правила свои, знать, что можно делать, а что нельзя. Вот в комбинации вы будете точно, ну, мошенникам нужно будет постараться, чтобы как-то вести вас в заблуждение. Как вы не придумываете новую схему? Их много, они кастомят. Вот вы, например, запишетесь к врачу в любую поликлинику, вы оставите что, номер телефона и имя, скорее всего, да, там. Я так думаю, что какой-нибудь сайт какой-нибудь поликлиники не так сильно защищен, его, наверное, нетрудно распарсить. Если вот как раз-таки они парсят все сайты больниц, школ, не знаю, там, объявления выдаёте в каких-то других там, не знаю, пабликах, они всё это спарсили, у вас есть уникальный ID, ваш номер телефона. Поэтому номер телефона, они собирают информацию, куда вы ходите, что вы делаете, что вы покупаете и так далее. Покупают в каких-то даркнете информацию другую, какую-то базу данных, что-то продаётся и тому подобное, что-то вы купили на каком-то площадке. Я уже говорил мысль о том, что от мошенничества, от социальной инженерии нельзя защититься полностью, но можно ограничить. Наверное, беда нашего рынка в том, что пока не запущен единый антифрод-центр. Дроперы, то есть мы говорим про дроперов, мы можем заблокировать, мы обнаружили дроперы, заблокировали в нашем банке. Этот человек, вот у нас сколько там, 20-21 банк, он может обойти все 21 банки, выпустить 21 карту и заново продать все свои данные. Он станет дропером в другом банке, в третьем, четвёртом, пятом банке. И пока единый антифрод-центр в стране не будет, то есть при выпуске карты каждый банк не будет передавать и, собственно, не будет получать, что нельзя этому дроперу открывать, потому что он уже засветился в другой организации, как дропер. Вот это блокирование и продажа своих персональных данных не перестанет быть. Это одна история. Вторая история, у нас нет какой-то ответственности за продажу своих персональных данных. Вы как бы передали, передали. Почему невозможно поймать, когда приводят, как бы вы же видите, что ваши деньги перевели некому физическому лицу, но у него нет, он говорит, я не знаю, я отдал свои данные, мне в Телеграме кто-то новое имя написал и так далее. Он говорит, ну окей, что с него взять? Он не пользовался ими. И вот если мы ведем какие-то ограничительные меры с точки зрения там, он станет, попадет, не сможет получать ни один, например, кредит, то есть он в какой-то в черный список попадет, выезды запретить, там можно масса чего на это условно сказать, чтобы он понимал, если он продал, не ценит, не дорожит своими персональными данными, то он станет асоциальным и ему будет сложно собственно делать какие-то там ряд операций, что цена есть этому, нельзя продавать себе персонально, то есть нужно в том числе системные вещи делать еще и в стране для того, чтобы ограничивать социальный инженер, усложнять, так скажем, вывод средств. Не будет дроперов, им будет сложно вывести эти деньги, даже если вы назовете смс-бор, куда они начнут переводить, то есть им все равно нужны эти подставные лица. Думаю, это все. Айдо, спасибо большое за очень интересный разговор, спасибо за разъяснение того, как связаны на развитие банковских и электронных услуг с увеличением случаев мошенничества и отдельное спасибо за очень дельные советы о том, как обеспечить безопасность личной информации в интернете. Это был подкаст Stay Secure. Мы записали его при поддержке компании Visa, мирового лидера в индустрии цифровых платежей. Здесь мы говорим об исследовании плати безопасно, которое Visa провела в прошлом году. Именно оно потолкнуло нас к обсуждению с экспертами из разных сфер в этом подкасте. Мы решили разобраться вместе, как распознать мошенничество в сети и не дать себя обмануть. Прочесть исследование Visa и узнать больше о самых распространенных обманных схемах языке онлайн-мошенничества можно по ссылке в описании. Чтобы не пропустить новые выпуски подкаста, подписывайтесь на степь во всех социальных сетях. Это, кстати, безопасно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!